Микс Ньюз. Каждую среду в 16 часов. Болтком Лайф. С Эдмундом Кашевским. Всем привет, в эфире Болтком Лайф. И в студии человек, которого я хотел сюда заполучить в качестве гостя уже, ну прям скажем, не один год. Да, и вот как-то как-то все это не складывалось, не складывалось, и вот наконец волею судеб, таки Борис Колчин у нас в студии на радио Болтком. Добрый день. Привет. Я так на секундочку задумал, как мне тебя представлять, и потом подумал, а собственно говоря, чего это я нагружаю свой мозг, когда я могу тебе такую задачу просто так в виде экспромта и подкинуть. Вот если бы тебе надо было такое мини-севи о себе сказать, Борис Колчин, кто он? Ну, ты кстати тему такую поднял, что я когда общаюсь с журналистами, я всегда задаю себе вопрос, какое это они имеют право на такой обширный объем вопросов, которые тебя выворачивают наизнатку. Это просто как идти в церковь и исповедаться. Поэтому я сам себе тоже когда-то вопросы задаю, иногда, чтобы потренироваться. Ну и в принципе могу сам собой сделать интервью. Такая идея у меня была, но это не для того, чтобы работу у вас отбирать. Ну тренер волейбольный, бывший игрок радиотехника, безработный на сегодняшний день. Ну это время, это передышка. Мы с Борисом знакомы уже не один десяток лет и, честно говоря, я наблюдаю за спортивной, скажем так, за спортивной биографией твоей и за тем, как и где ты работаешь достаточно регулярно. Благо сейчас уже 21 век на дворе есть различные технологии, которые позволяют смотреть и матчи различных клубов, которые ты тренировал в различных странах и все остальное. Но я, может быть, начну от печки чуть-чуть. Вот золотой состав радиотехника, который, кстати говоря, и практически все ребята выступали и в этом фильме, в «Легенды латвийского волейбола», который снят был при содействии Латвийской волейбольной федерации. И вот этот весь состав золотой, я смотрю на вас и я так думаю, а где вот сейчас? Вот где вот сейчас Колчины, где сейчас Селивановы, где сейчас Вилды, Михельсоны, где Эйды? Вот молодых-то таких фактически-то… Ну, да, вы правы. А можно вы, да? Ну, хорошо. Подожди, ну если официально… Да-да-да, ладно. Все, я понял. Ты знаешь, если браться за юниоров, то это надо быть действительно подстрахованным экономически. Я говорю про тренера. Ну, я понимаю. Если ты хочешь увидеть результат через три года, то это не получится. Пять лет, а если ты берешь парня с 11-10 лет, мальчишку, то, конечно, это 9-10 лет, чтобы ты увидел результат своей работы. Вот у кого столько терпения, у кого столько возможностей в наше время. Раньше, когда была система спортшкол, и люди, ну, я скажу так, по тем временам достойно получали, я про тренера, достойно получали хоть какую-то зарплату, которая позволяла им жить. Они могли вкладывать всю душу и все свои опыты, мастерство в этих молодых ребят. И, конечно, тренера различались. Некоторым необходим был 7-минутный результат, какой-нибудь выигрыш, какой-нибудь диплом, еще что-то. А другие работали, как мой первый тренер. Он работал именно на команду мастеров. Ну, тренер Михаленко достаточно, во-первых, большой оригинал и по своим методикам работал, да, и продолжает, я так понимаю, тоже потихонечку. Спасибо, что ты напомнил, да, все, что есть такой тренер. Да, а с другой стороны, он очень, достаточно жесткий такой. И я задавал этот вопрос многим функционерам Федерации волейбола в различных интервью. Почему из Михаленковских никого практически вот на таком большом уровне, по нашим меркам латвийским, нету? И отвечали все в один гол, типа, с ним невозможно договориться. Нет, нет, то, что игроков высокого уровня у него достаточно, я могу сейчас их перечислить, да, например, Владимир Рубан, это первое, так сказать. Нет, это история. Да, но он уже не работает, вы знаете, человек сейчас на пенсии, кстати, недавно, 22 июня мы вместе праздновали его день рождения, 78 лет, поэтому человек уже отдыхает, чувствует себя замечательно. Но черты характера моего первого тренера я хорошо знаю, потому что я его приглашал в Италию, он у меня работал в секторе юниоров в моем клубе, где я работал главным тренером. Вот, и поэтому могу сказать, я ему это тоже открыто в глаза говорил, Виктор Александрович, откуда у вас вот такая как бы характерная черта раздражать окружающих? Да, и потом я добавил, и почему вы эту черту передали мне? Честное слово, ловлю вот себя на мысли, что общаюсь иногда с людьми, которые, ну, не знаю по каким причинам, да, вот последний мой отъезд, кстати, из России тоже был связан, не очень так, как говорится, приятным моментом был связан, ну, могу рассказать. То есть, да, то есть черты характера как-то передались, да? Ну, я не знаю, откуда это, да, но то, что Виктор Александрович, это, ну, просто идеальный, талантливейший детский тренер, это не отнимешь. И признают все его и конкуренты, и злопыхатели, и соратники, и друзья, и товарищи, но вот именно такая как бы самоуверенность и прямота, да, характера, она иногда людей не то, что отталкивает, а раздражает. И поэтому они говорят, да, он непокладистый, он жесткий, он колючий. Но он ребят не дает играть, не дает им играть и не пускал их никуда, никакие клубы. Ну, я сейчас буду, как не то, что оппозиционер, а как буду противник того, что ты говоришь. Давайте сказать, перечислим сначала, вот, начиная с Рубана, да? Да, ну, Олихвер, Рубан, ты. Да, Киселев, вы знаете, кто чемпион сейчас России последнего года? Кузбасс. Кузбасс, да. А такого Пашицкого, Дима, вы знаете? А Пашицкий же из Риги был. Ну, а чем воспитанник? Михалинковский. Ну, вот и все. Понимаете, и вот в таком длинном промежутке времени, давайте посчитаем, сколько Мурьяны дали, да, в команде мастеров. Ну, может быть, на одного, двух, троих больше, чем один тренер Михалинка. Поэтому здесь нет, здесь я его буду защищать до конца. Ну, то есть, у нас стоит проблема, во-первых, с построением нормальной пирамиды, детский, юношеский и взрослый спорт. И стоит проблема того, что нету нормальных детских тренеров. Я так понимаю. Ну, они пропали. Пропали. Да, ну, кто-то ушел, чуть ли не был период, когда я знаю, что один из тренеров детских достойный, детский тренер, тоже у него хорошие были воспитанники, он ушел шофером автобуса. То есть, кто-то уехал в Финляндию, кто-то еще что-то, разъехались. Если мы хотим хотя бы сделать первый шаг в этом направлении, организовать детско-юношеский спорт, то хотя бы посмотрим на эстонцев, как они все это делают. Потому что у них есть выпуски, у них постоянно подпитывается взрослая команда молодежью. Я там за свои два промежутка вот этих небольших по два года, когда я работал со сборной Эстонии, помогал Ава Кёлю, да, я это увидел. И там даже организовали семинар для детских тренеров, в котором я участвовал, и там была прямая заинтересованность. И мне кажется, что там вот эта финансовая часть, она организована намного лучше, чем у нас. Окей, давай поговорим о финансах. Средний бюджет латвийского клуба для меня так и остался, скажем так, терра инкогнито, потому что ни ты, Мерманис, ни новый президент Федерации Букс, которые сидели на твоем месте не так давно на интервью, они про деньги вообще отказывались говорить, они эту тему обходили. Ладно, бог с ней, с нашей Латвией, а вот ты очень долго работал в России. Вот так просто, для того, чтобы все понимали, средний бюджет российского волейбольного топ-клуба, это сколько лимонов, миллионов? Ну, давайте так. Если я не стану, как говорится, персоной нотграда для России, ну могу сказать, что... Вилку от и до, не надо конкретно. Ну, там сейчас мода в рублях считать. Да. Значит, от... Да лучше сразу в евро, конвертируйте сразу в евро. Ну, смотрите, от 200 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей. 1 миллиард – это где-то 100, ну, больше 100 миллионов. Это годовой бюджет топ-клуба? Да. Ну, друзья, нам до топ-клуба тогда еще топать и топать, расти и расти. Я не могу на эту визу, я никаких секретов не раскрываю, потому что там установлен даже лимит на команду Суперлиги. Вот, и он, в принципе... Лимит на иностранцев? Нет, лимит вообще на бюджет. На деньги? Да, да, да. Поэтому, ну, как говорится, кто-то обходит, кто-то не обходит. Ну, такой официальный лимит существует. Вот, я действительно сейчас закончу, может быть, эту тему, чтобы люди как бы не переживали, что нам стремиться к таким деньгам бесполезно. Вот, и когда, благодаря, значит, бывшему президенту федерации, Атису Сауснетис, я попал в Валды федерации волейбольной, и я был там, как бы, тоже общественным деятелем. В правлении, да? В правлении, да. Я немножко ознакомился, ну, я был приглашен тоже на... Ты был как консультант в сборной, к тому же еще и тренер. Ну, это когда меня Раймонд пригласил, и благодаря и президенту, ну, во-первых, согласию Раймонда, Вилда. Да, я был вторым тренером сборной Латвии. И вот за этот период я ознакомился хоть поверхностно с тем хозяйством, которое существует в Латвии. И какое было впечатление? Ну, если весь бюджет федерации Латвии, включая пляжный, классический, женский, мужской, еще сейчас снежный добавили, да? Да. Где-то в тот год был полтора миллиона. Ой-ой-ой-ой. То это от силы два игрока Казанского Зенита. Понимаете, ну, это две планеты разные абсолютно. Поэтому здесь нужно поставить, может быть, расставить, как бы, приоритеты. И заинтересованность молодого парня, который привлекается в волейбол, в волейбольный клуб или там волейбольную секцию, должна быть такая, что это тебе для жизни пригодится, но если ты захочешь зарабатывать, то это очень-очень проблематично. Я уже слышал, даже как вот в женском волейболе, девчонки растут, и они потом уезжают учиться, и этот волейбол забывается. Может быть, там где-то в университете, в штатах, или где они учатся, они могут там продолжать заниматься волейболом. То есть о деньгах здесь речь не идет. Отдельные личности, такие как Херман, Эглес Ханс, да, он действительно может проявить себя в сборной в какой-то период, и потом быть чисто клубным игроком. Но он во Франции играет. Это как в Швеции Нильсен тоже был, такой же игрок. Он клубный игрок, сборную он вряд ли что показывает, но он отрабатывает свой необходимый, так сказать, номер. И потом уезжает в клуб, потому что там основная его работа. Представляете, если, например, ты играешь за сборную, и тебе надо достать мертвый мяч из трибуны, и рискнуть получить травму, то, скорее всего, ты это не сделал. Я вот это сказал и Паше Селиванову, который был на интервью, и тому же Каспару Теймермановичу. Я говорю, у меня впечатление, когда играет сборная Латвии, что я им должен, что они вышли на поляну. Вот у меня впечатление. У них в глазах просто как у дядюшки с кружа. Деньги, деньги, деньги. Я говорю, я, конечно, понимаю, что или там, но я не хочу называть фамилию, но да ладно, или Сауш, или тот же Петров, которые получают деньги в клубах. Зачем им ломаться за сборную Латвии? Вот абсолютно. Ну, это есть, да. Абсолютно. И поэтому тут, как говорил Жванецкий, что-то в консерватории надо подправить. Тут несоответствие, да. Из-под палки их заставлять играть в сборной. Ну, просто, как говорится, убеждением. Убеждением, что это тебе пригодится для того, чтобы ты проявил себя. Потому что все селекционеры тоже следят за сборными. Вот посмотрите, опять же, на эстонскую сборную. Все игроки в довольно приличных клубах играют. Более чем. Более чем, да. И это наш путь. Понимаете? Но потом, как бы, это опять же все зависит от добросовестности игрока. Если ты патриот, вот здесь ты проявляешься как патриот. То есть, ты играешь за свою сборную, да. Извините, это говорит тот, который всю жизнь тренировал, значит, зарубежную команду. Вот здесь патриотизм, да. Поэтому, ну, я честно скажу, я пытался, я пытался в любой промежуток. Ну, ну. Я пытался в любой момент, когда возвращаюсь домой, да. Каким-то образом все-таки участвовать. Не надо стучать рукой по столу, потому что это отдается в микрофон. Я понял. Да. И когда мне предлагали, например, помощь Раймонду, я с удовольствием соглашался. Потом проявил даже инициативу. Это, честно говоря, я сейчас этим горжусь, потому что не хотели участвовать в юниорской сборной в отборочном турнире к чемпионату мира. Небольшое как бы убеждение и то, что я взялся за это дело, потому что там было всего 5-6 парней того возраста и пришлось добирать более молодых ребят. И мы поехали на отборочный турнир, понимаете. Я не хотел просто, чтобы эти ребята теряли возможность сравнить себя. Я не думал, что мы можем пройти дальше. Но терять возможность посмотреть на своих ровесников, какой уровень, чтобы дальше стремиться к большему. У нас получилось из этой подгруппы выйти дальше. И только потом, с течения обстоятельств, основной, какой-то диагональный у нас, да, получил травму на тренировке. И мы не поехали на следующий тур с ним, да, ослабленный состав. Ну, там уже были Польша, Германия, Бельгия, и там проиграли. Вот если вот такими урывками работать, то, конечно, ничего не достигнешь. Но я все равно пытаюсь этим образом как-то помочь, если нужна, как говорится, моя, так сказать, мой опыт и моя квалификация. И ты готов? Я готов, даже сейчас, потому что, ну, к сожалению. Еще в водное время, полет. Борис, ты, что называется, в первом эшелоне уехал за границу из Советского Союза, как профессиональный игрок. И ты уехал не куда-нибудь там, в Кишинев, скажем, да, опять-таки по анекдоту, а? Ты уезжаешь в Италию. Ты уезжаешь в Италию, причем попадаешь в достаточно такой, ну, серьезный клуб. Это, под Ференцией, клуб назывался Прато. Да, из города Прато. Ну, это был как бы второй дивизион А-2. Там есть один, как суперлига. Ну, знаете, ты знаешь, я как бы в прошлое это уже заглядывать настолько утомился. Нет, я к чему? Я к тому, что ты там играл, играл, потом ты там остался, работал уже в качестве тренера. Я, может быть, когда-нибудь напишу все это. Ну, мне, кстати, многие, да, очень многие в России, после того, как я начинаю уже расширять все свои рассказы и начинаю распыляться во всех мелочах, они говорят, Борис Николаевич, пожалуйста, напишите. Если бы это был один, говорю, а там постоянно. А что же вы мне напишите? Я говорю, ну, подождите, я еще не созрел. Вот сейчас, когда меня так задают безработицы, я, может, за это возьмусь. За мемуары? Да, за мемуары. Ну, там в Италии была такая история, значит, первый уехал Зайцев, Вячеслав, знаменитый наш игрок, а вторым эшелоном я с Грибовым, тоже из автомобилиста игрок. Вот, приглашение мое очень долго держали под сукном, отпускать не хотели, с небольшим конфликтом все-таки я потом уехал и приехал на полчемпионата в декабре в клуб. Вот, был довольный, потому что все это такая страна, такие возможности по тем временам. Контракт 50 тысяч долларов в те времена, вот, 43 тысячи долларов забираются в Интерспорт, 7 тысяч мне на 10 месяцев. Сумасшедшие деньги. Сумасшедшие 7 тысяч, да. Вот, и я там три года продержался игроком. Ну, представьте, если опять же разговор наш, наш такой век меркантильный про деньги, то я заработал 150 тысяч долларов, из них получил 21 тысяч. Вот, остальное, родной Собинтерспорт в те годы прибрал, да, и вот теперь о долгах, кто кому должен, да. Да. Ну, и вот такая пошла, значит, история, что я закончил свою карьеру в 34 года, собираю чемоданы, уезжаю домой, итальянцы удивляются, то, что у меня никаких даже мыслей остаться нет. А там, кто, были такие случаи, что оставались просто, чтобы на работе где-то там, на фабричке, там, на какой-то устроиться. Вот, и с удивлением спрашивает, а ты домой собираешься? Я говорю, да, конечно. Вот, но все русские хотят остаться, говорит. Ну, я немножко отличаюсь, поэтому у меня дома есть чем заняться. На следующий день приходит президент, главный тренер, мы тебе предлагаем остаться вторым тренером. Вот, ну, из тех времен, вот, пришлось тянуть эту лямку. Вот, сейчас уже, можно посчитать, 9 лет в Италии, ну, и уже 19 лет с перерывом на 2 года. В России, вот так. Вот, а Россия мы поговорим сразу, как вернемся в студию. Сейчас прервемся ненадолго. Mixed News. Мы вернулись в студию, и Борис Колчин у меня за кадром рассказывал все самое интересное, что касательно его итальянского периода. Это паста, вино, все понятно. Но меня больше интересует твой период, когда ты вернулся, и когда ты перешел в Белогорье. Это российский суперклуб, который долгое время был, я бы сказал, ну, чемпионом мира в России. И с этим клубом, я так понимаю, вы завоевали и трофей мировой клубной тоже. И там титулов просто не счесть. И если посмотреть твою биографию и перечислять твои все титулы, то нам и полчаса не хватит. Поэтому титулы оставим в сторонке. А вот про Белогорье, может быть, несколько слов расскажи про этот, ну, с одной стороны загадочно, с другой стороны, очень такой, ну, супер, российский суперклуб, который очень известен. Невозможно, ну, в двух словах об этом клубе сказать. Хорошо, пять минут. Нет, нет, я с удовольствием, я говорю, если будет возможность что-то написать, соберусь силами, это будет отдельный том «Войны и мир». Дело в том, что я попал в Белый, в 2000 году попал. Вот, и вместе так посчитать с возвращением, ну, где-то семь лет. Вот, то есть почти что половину срока в России я отдал Белгороду. Или он мне дал возможность работать там, потому что это особый клуб, особая атмосфера. Мне повезло, что благодаря, к сожалению, сейчас покойному Юрию Сапеге, он меня уговорил, и потом мне позвонил Шипулин, и меня пригласили в Белгород. И я попал в тот период, когда там были люди, ну, на взлете. То есть те люди, которые вот могли дать результат. Я поинтересовался, конечно, составом, но в тот год, к сожалению, вернулся после травмы Тетюхин Сергей. Вот, и было тяжело спрогнозировать, будет он играть или нет. И благодаря своему характеру этот парень... Это железный парень. Этот вырвали. Я, кстати, когда говорят про него легенда, звезда, да, это действительно надо говорить для того, чтобы ребята стремились в волейбол. Но если ты с ним общаешься, ну, это что, это просто золотой человек. Это, как говорится, достояние нации. О, это достояние нации. Я сейчас подумал, если, например, у меня кто-то спрашивает куррикулом о твоих достижениях, там, о каких-то у тебя, значит, опыт какой, сколько ты работал там, я могу только одной строкой написать, что я работал с Сергеем Тетюхином. Это уже много значит. Поэтому Сергей, действительно, это одно из условий тех успехов, которые, ну, я могу тоже приписать себе, потому что фактически все, что... Ну, кроме Кубка Конфедерации и Кубка Вызова, то, что они сейчас вот последние годы тоже выиграли без меня, вот. Ну, Кубок Конфедерации мне удалось с факелом выиграть, а так все, что существует в клубном волейболе, благодаря Белгороду, мне... У тебя все есть. Да, мне удалось прочувствовать, потому что в этой жизни я сейчас понял самые главные эмоции. Вот. Если я пережил эти эмоции, этот азарт, благодаря такому клубу, как Белгород, то надо, конечно, его благодарить. Вот. Взаимности тоже можно где-то попросить, потому что были трудные времена, и когда я уходил и обратно возвращался, и они оказывались на девятом месте, надо было снова подниматься. Это тоже было интересно. Ну, когда ты был в Белогоре, и наблюдая за матчами Белгорода по телевидению, я частенько видел такую картину, что выходил Шипулин так, хлопал в ладоши, так-так-так-так-так, потом так чуть-чуть отходил в сторонку, и дальше работал Колчин. И дальше ты там этого так, этого так струпулял, там надо то-то, то-то, то-то. То есть, фактически всю черную работу делал ты. Ну, надо отдать должное Геннадию Яковлевичу, который в самом начале, когда мы встретились, он обрисовал рамки нашего сотрудничества. Если бы он, как бы, подготовил меня и говорил бы, ты будешь тренером, ты будешь готовить, ты будешь вести игру, а потом бы, как бы, обманул меня, он бы вел игры, там выступал, как сказать, перед телевизором, как он сказал потом. Мне главное, чтобы машина была готова, мотор работал, чтобы она была заправлена. Я поведу, а ты будешь рядом, как штурман. Но в первый мой период, когда я с 2000 по 2004 год работал, он давал больше мне пространства на играх. То есть, он сам говорил, ты мне подскажи там пару стов, я там покажусь, а в остальное ты будешь говорить. К сожалению, если итальянские, вот когда мы выиграли Лигу чемпионов, итальянцы все это знали, вот они знали меня, как тренера, как Шипулина, как руководителя клуба, президента и так далее. Ну, и там было несколько комментариев, таких нелицеприятных. Если это переводить, то, конечно, будет небольшой такой, как раз, диссонанс. Но это была договоренность. И в свое время, когда мы заняли второе место на чемпионате мира, проскочили, кстати, через игольное ушко, из-под группы вылезли с третьего места еле-еле. Там такая история, что, опять же, хватит на 20 страниц. И заняли второе место. Я в аэропорту, встретившись, к сожалению, с покойным сейчас уже Юрием Борисовичем Чесноковым, немножко пожаловался. Я говорю, Юрий Борисович, мне вот не хватает, пока я через Шипулина передаю, мне этих 5-10 секунд мне не хватает, чтобы с ребятами быстро... Он меня сразу остановил и сказал, Борис, ну ты же сам согласился на такую форму работы. И я тогда, да, все, я эту тему не поднимаю. Это наша общая договоренность. Все ясно. Да, поэтому те, кто работает в волейболе, они знают, что это такое. Что значит Шипулин, что значит Колчин, что значит Белгород. Да, но у тебя потом российская биография, она продолжилась достаточно долго и успешно. И факел был, с которым ты добился успеха. И потом опять-таки московская «Динамо». Тоже не самый последний клуб в российской суперлиге и в мировом волейболе, скажем прямо, да. И ты все время как-то работал вот с такими, ну, скажем так, стоп игроками, со звездами. Как трудно тренеру работать со звездами? Как ты вот это все мог? Ну, наверное, уже не трудно. Сейчас уже не трудно? Да, сейчас уже не трудно. Раньше, да, в первые годы, может быть, в первые два года где-то был небольшой мандраж. Я вообще был шокирован, когда меня пригласили в сборную после одного сезона. Я не соглашался, с третьего захода только согласился. Там действительно Юрий Сапега посодействовал. И Владимир Паткин тоже, спасибо, что он меня тоже где-то убедил. Ну, давай попробуем. Я пошел в сборную. Представляете, это с такого наскока сразу же. Из Италии, со второй лиги. Вот. Но работать со звездами легче, чем, извините меня, иногда так, как говорится, грубо говоря, с полуфабрикатами. Потому что этот человек уже мастеровитый, он знает. Это для него работа, он понимает? Он понимает, да. И ему главное узнать, вернее, чувствовать и знать, что тренер профессионал. Что он сам прошел через это все, он был игроком, он кое-что достиг. Сейчас мне уже не надо ничего там выставлять на показ. Вот смотрите, вот это мои достижения. Мне это даже не интересно. Но с игроками вот такого уровня, любая мелочь, она, кстати, видна. Видна. Где-то тренер, может быть, дал слабину, где-то, может быть, испугался, где-то неправильно что-то замену сделал, где-то это. Они могут это где-то почувствовать. И если это становится как бы регулярной ошибкой, да, то в современном волейболе два ведущих игрока могут заменить любого тренера. Просто подойти к президенту и сказать. Ну, вот как раз-таки тему, так называемое сливание тренеров, я бы хотел, чтобы ты немножко рассказал. Потому что я наблюдал несколько таких эпизодов, да. Ну, из нашей, из латвийской ситуации, это о том, как пришли там несколько недорослей в федерацию и в результате сняли Раймунда, заменили. Хотя до этого Раймунд сам уже написал письмо, ну, заявление, что он говорит, я не хочу работать в сборной. Мы просто разговаривали с ним. Он говорит, я устал, все. Я написал и ушел, больше не показывался. В это время пришла кучка этих недорослей, которые играют там в шестом дивизионе, в восьмой группе «Ж» где-то там в Германии, Бельгии и так далее. И, о-о-о, ну, значит, давай, поменяли, окей, слили тренера. Ну, Латвия ладно, но российский волейбол, там же тренеров сливают просто на «Айнцвайн». И лишнее тому подтверждение – это сборная команда России, где тренеров, ну, потрясающе сливали, просто наглядно. Ты смотришь и ты понимаешь, что эти люди, они вообще по-другому играют. А вот сейчас они как-то вот так, так. Потом раз смотришь – другой тренер. И то же самое в клубе. Как это происходит? Расскажи мне изнутри. Ну, чтобы сейчас не выглядела, как какая-нибудь жалоба с твоей стороны, ну, сам выбрал эту профессию, ну, что поделаешь. Нет, это понятно. А как этот механизм происходит? Вот как это? Я, ну, как, если люди действительно ценят своего тренера, ну, как, я прихожу в эту команду, уже устоявшиеся традиции, уже устоявшийся состав, может быть, просто они собрались, друг друга все знают. Ну, у них это первая защита, так сказать, первая крепость, которую они могут сдать, чтобы сохранить, так сказать, свои, так сказать, жизни. Это вопрос о деньгах просто? Ну, деньги свои тоже никто не будет отдавать просто так. Но тренер – это первая жертва, это должен быть суперавторитетный тренер. И просто, ну, максимальная, так сказать, максимальная доверенность со стороны руководства, президента клуба, спонсора клуба, вот как сейчас происходит в Новосибирске, как в Кузбассе происходит, как в Казани. То есть, есть такие мудрые руководители, которые подписывают с тренером контракты на 3 года, на 5 лет. И говорят, что в любом случае, если будет конфликт с игроком-тренером, то мы будем защищать тренера. Таких единицы. И я таким тренерам завидую. Но, к сожалению, я не отношусь к таким. Мне дается один шанс, я уже даже смеюсь, если вы будете подписывать со мной контракт с дрожащей рукой на один год. Ну, давайте на один месяц подписывать. Оправдал доверие, давайте на следующий месяц. Потому что я действительно как пожарник призываешь, когда в кризисе какая-то команда. Вот я удивляюсь, Борис. Ты человек, который может не только рассказать, но еще и показать, и более того, ты авторитет. Потому что ты титулованный как игрок тоже был. И в то же время, ну, по большому счету, тебя тоже сливали. Ну, мне шансы на ошибку не давали. Понимаете? Вот, чтобы два-три поражения, и уже идут разговоры, что, как говорится, замена и так далее. Здесь все неправильно. Вот, как только идет достижение, то, к сожалению, ну, это опять же субъективное восприятие. Я понимаю, что я пользуюсь уважением, я сейчас последний год это прочувствовал на себе. И уже как-то уважение, может быть, и к опыту, и к возрасту, да. Но есть люди, которые действительно максимально требуют каждый день, вот как Динамо последний сезон, да. Ну, проиграли, мы не попали в эту четверку кубкового, там, этого самого квартета, да. Вот, сразу начались санкции. Вот, одна причина, которая, это мои, так сказать, домысли, значит, команда была наказана, там, какими-то денежными, там, делами. Штрафами какими-то, да? Ну, какие-то там, да, какие-то были. Какие-то отчисления не доплатили, да. Вот, мы не попали в четверку. Бонусов не дали, да? Да, да. Эти ребята, которые прошли Крым и Дым, да, они, естественно, встали в позу. И то та игра в Ярославле, которая, единственная победа, по-моему, в регулярном чемпионате у Ярослава против Динамо, 2-3, она была спектаклем, насколько я понимаю. Ну, полнейший спектакль был. Я видел эту игру. И я, когда взял минутный перерыв, я спрашиваю, это что творится, это что за цирк? Вы тогда хоть предупредите меня, чтобы я здесь не суетился, не нервничал, да? Раз вы тут устроили забастовку, да, то скажите хоть тренеру. И что? Ну, все равно удалось им проиграть, да, это я не говорю, что там, может быть, без борьбы, там кто-то боролся, например, сам Гранкин бился как зверь, поэтому я к нему претензий не имею. Но остальное меня удивляет. Никто не скажет официально, никто не признается, но специалисты, профессионалы это видят. Вот, и это все из-за того, что, видите, против команды применили санкции, да? Мудро это, не мудро, обсуждали, не обсуждали, с тренером и с главным, никто не посоветовался, что делать в такой ситуации. Тренер тоже в той же обойме наказуемых, да, должен быть, потому что якобы ты не подготовил, ты не прошел финал. Но если тебе до начала сезона говорят, что мы сейчас пойдем путем омоложения команды, потому что у нас там средства такие должны все-таки своих молодых поднимать, Но к тому же надо будет цель на сезон поменять цвет медалей после бронзовой, то есть или быть вице-чемпионом или чемпионом. Омоложение и серебро, и золото, ну, как-то не соответствует. И здесь как-то уже сленгом можно сказать, ну, подстава, да? Но это опять же субъективные ощущения, переживания, понимаете? А вот скажи мне по поводу субъективных ощущений и переживаний, в московском «Динамо» не прижился ни Зайцев, ни Курек? Почему? А не только он, и Чернич такой был тоже игрок. Ну, это пониже уровень. А за эти два супергероя вообще, суперзвезды две? Ну, получалось так, что тот коллектив, который сложился годами... Он их отторг? Скорее всего, да, не прижились. Ну, такие случаи бывают. Ведь Грозер тоже великий игрок. В Новосибирске не прижился. Поэтому такие вещи случаются. Зато он сейчас в Питере как... Да, в «Динамо» может быть чуть чаще. Я скажу так, что вся история с «Динамо», у меня тоже с ними свадьба не особо хорошо получалась. Что, кстати, с мужским, то и с женским. С женским «Динамо» вообще был нонсенс, когда мы начали раскручиваться. И я бы с удовольствием еще доработал до конца сезона и поборолся бы за чемпионское звание. На полпути вдруг решение, мы с вами расстаемся. Хотя задача на сезон была выиграть один из трех турниров. Мы выиграли Кубок России. Но опять же, это политика клуба. Я должен с ней согласиться, потому что тренер сборной в то время был... Ты наемный человек, понятно. Да, тренер сборной тогда был без клуба. Ему нужен был клуб для подготовки к Олимпиаде. Вот эти все вещи я должен понимать. И со всех сторон. Со стороны игроков я должен все понять. И со стороны руководства. И вот если руководство тебя защищает, как специалиста, как тренер, то ты везучий тренер. Я сейчас завидую и СМЛО, и Константинову, и Олегу. Потому что они именно в той когорте тренеров, которые защищены сверху. А у меня прощание с Уфой произошло просто безобразно. Я прихожу, все хотят со мной работать. Мы создали уже коллектив. Президент клуба тоже. И вдруг какой-то звонок или какая-то встреча, и все перевернуло наоборот. И он говорит, Борис, ты знаешь, я бы хотел поработать, но я не могу, потому что сверху пришло указание, что если вы оставите колчину, то у вас будет неприятно. То есть ты попал в опалу? Я не могу понять. Я вообще причину и стоки не могу понять. Но такая фраза, если я за 19 лет, ну 17 лет заслужил ее, то я не знаю, как дальше работать. Потому что если вы оставите этого тренера, а я уже тогда вторым консультантом был, я помогал молодому перспективному тренеру. Слушай, какая-то, я тебе скажу, подковерная такая серьезная игра в российском спорте. Это все Михайленко виноват. Это он тебя такой характер воспитал, да? Я кого-то раздражаю. Скажи мне, а Самой Львов, сейчас актуальный новый тренер сборной России, он авторитет для игроков? Да, да, да. Он вообще авторитет. Вы знаете, я даже грех на душу взял, когда его назначили тренером сборной, я со своими, так сказать, товарищами, специалистами тоже, тренерами говорю. Но он настолько положительный, настолько идеальный парень, ну, во всех отношениях, и как специалист, как бывший игрок, по характеру, по поведению, по интеллекту, по общению, да, и что такому будет очень трудно что-то выиграть. И тут вдруг сразу же вот это преобразование. У них очень был тяжелый четвертьфинал с «Динамо», а это всегда, в любом турнире четвертьфинал, это как рубеж. Но потом в финале они просто летали. Вот, это его заслуга. И у него сумасшедшая поддержка. Как я слышал, с ним вообще на пять лет был подписан контракт. Представляете, как можно спокойно работать, на перспективу. Его никто не казнил, когда он в прошлом году проиграл «Динамо», бронзу, да, считалось, что, ну, Кузбасс поднялся на четвертое место. Знаете, и вот эта поступательность, да, она ему тоже дает право. То, что он в сборной сейчас, кстати, сегодня ночью вот будет игра, надо будет посмотреть, подгруппа у них сложная, вот. Но я желаю... Мировая лига сейчас уже идет, да? Лига наций, да. Ну, я желаю ему от чистого сердца успеха, удачи, и чтобы он поднялся как можно выше, потому что он сейчас в самом расцвете, когда у него энергии достаточно, и уже опыта, и желания, и он пускай набирает этих регалий, всех побед и так далее. Парень очень достойный. Ну, что ж, время нашей передачи приближается к концу, потихонечку. И я хотел бы тогда, может быть, тебе такой еще провокационный один вопрос задать. Долго собираешься отдыхать? Я готов хоть завтра работать, честно говоря, потому что я уже месяц отдыхаю. Было так, что даже по 2-3 дня из дома не выходил. Поэтому в любую авантюру я могу ввязаться. Вот, любая команда, которая играет на результат, а не является кормушкой, я на любую такую команду подпишусь. Ну, и главное, чтобы были правильные эмоции. И правильные люди вокруг, я добавлю тебе. Да, и правильные люди. Друзья, в гостях сегодня в Балком Лайф был Борис Колчин, легенда латвийского волейбола, заслуженный тренер, не побоимся этого слова. И чтобы не перечислять все регалии, я скажу, что просто чемпион мира среди тренеров. И так бы я тебе дал такую регалию. А мне что сейчас делать? А тебе что сейчас делать? Тебе в положительных эмоциях... Спасибо сказать, да? Нет. Тебе надо попрощаться с нашими радиослушателями и пожелать им удачи. Хорошо, спасибо большое. До свидания. Узрадайся на сцене, мы клауси-тай. Спасибо. В студии был Адмут Кашевский. За пультом Родион Золотарев. До следующих встреч.